Завтра, 25 января, именины отмечают все, кто носит прекрасное имя Татьяна. 25 января – Татьянин день. Название произошло от имени ранней христианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в православной церкви в этот день. Считается, что обладательница имени – это борец, движущийся к победе, несмотря на трудности и поражения. Накануне наша съемочная группа для встречи с Татьянами направилась в собрание депутатов Ненецкого округа. И вот почему. Тани, Танечки и Татьяны есть в каждом большом коллективе. Но когда мы искали героинь для нашего сюжета, поняли, что больше всего обладательница имени Татьяна сосредоточена в окружном собрании депутатов. Причем все они хорошо знакомы нашим телезрителям, поскольку достаточно часто по долгу службы попадают в объектив телекамер. Узнаем сегодня их с другой стороны. Итак, она звалась Татьяной. Моя мама меня хотела назвать вообще Ириной, но мой старший брат захотел назвать Таней. Почему? Потому что у него подружка звалась Татьяной. И поэтому, в общем-то, результат получился таковой. Ну, Татьяна мне назвал мой брат старший. Когда я родилась, у старшей сестры была кукла Татьяна. И вот часть видимой этой куклы меня назвали Татьяной. У меня в семейном альбоме сохранилась телеграмма. Когда я родилась, родители моей матери, я родилась на Алтае, они жили в деревне, на Алтайский край, Петропавловский район. Они прислали телеграмму. Они написали очень смело «Поздравляем рождением Верочки». Я, когда это нашла, была очень удивлена, потому что даты совпадали. Я пошла, конечно, спрашивать у родителей, что это у них там за Верочка такая родилась в июне месяце, когда там должна быть я. Считается, что обладательница имени Татьяна – натура деятельная, решительная. У Татьяны острый аналитический ум, она ничего не пропускает, оказывает сопротивление всему, что мешает ей в жизни. Эти качества во многом приносят успех в карьере. Наши героини с такими характеристиками весьма согласны. Ну, Татьяна трактуется как устроительница. Я люблю жить, работать по плану. Я выстраиваю свой план на каждый день, на ближнюю, ближайшую, дальнейшую перспективу. Ну, мне нужно, чтобы все было разложено по полочкам. В моем понимании Татьяна – это серьезная девушка, конечно. Такая она непростая. Не сказать, что она мягкая. Может быть, помогает мне это в моей работе, в юридической. Возможно, благодаря этому имени. Мне удалось быть собранной, допустим, выходить какими-то серьезными решениями, уметь анализировать и так далее. Потому что в переводе Татьяна означает «устроительница». То есть это такая барышня, которая вот все время пытается что-то организовать, наверное, вокруг себя. Если вдруг у нее какая-то идея приходит, то ей хотелось бы, чтобы она была реализована. Ну, Татьяна говорит, что все они смелые, все они решительные, что они несгибальный характер, да. Что они очень отзывчивые, добрые. Я думаю, для моего характера все это присуще. Для наших Татьян героинь этого материала 25 января – особый праздник. В этот день они не только принимают поздравления с именинами, но и в теплой компании коллег, друзей, однокурсников за чашечкой чая вспоминают студенческие годы. Ведь Татьяна в России считается покровительницей студентов. Студентов, бывших, состоявшихся и особенно сегодняшних студентов. Пожелать им задора, конечно, хорошей, отличной учебы и дальнейшей любимой работы. Потому что это для всех и для каждого из нас очень важный момент. Поэтому всех поздравляю с праздником, желаю удачи, с Днем студента, с Днем Татьяны. Мне бы хотелось, пользуясь моментом, поздравить всех наших студентов Ненецко-автономного округа с этим замечательным днем, Днем Российского студенчества и Татьяны Днем. Пожелать, самое главное, жажды к знаниям всегда были велики, чтобы полученные знания всегда были использованы во благо нашей Родины, во благо процветания нашего округа. И святая Татьяна всегда покровительства на всем. Стоит добавить, что самой интересной и любимой традицией 25 января считается оказаться волей случая между двух Татьян. Если такое произойдет, смело загадывайте желание. Оно обязательно сбудется.